Дорогие члены комиссии и наблюдатели, время 8 часов. Мы сейчас закрываем участок для голосования. Сразу после закрытия участков начинается подсчет голосов и не прекращается, пока не установлены итоги голосования. Работы сегодня будет много. Первым делом пересчитывает и погашает неиспользованное бюллетение. У каждого отрезает левый нижний угол. Проверяют также списки избирателей и считают бюллетени из переносных ящиков. Антоний Сергеевич, что сейчас будем делать дальше? Здравствуйте. Сейчас будет проводиться подсчет бюллетеней из стационарного ящика, в которые проводилось досрочное голосование. На данный момент бюллетени из стационарного ящика, в которые проводилось голосование, до дня голосования пересчитаны. И мы приступаем к открытию сейф-пакетов, в которые проводилось голосование, до дня голосования, на придомовой территории. Мы собрали неиспользованные бюллетени у членов комиссии и извлекли из сейфа те бюллетени, которые не были выданы членам комиссии. которые не были востребованы. Сейчас мы их пересчитываем и будем гасить. Я сортирую, чтобы в дальнейшем посчитать голоса. После этого производится подсчет голосов «за» и «против». Бюллетени опечатываются, делятся на три группы «за», «против» и «погашенные» и сдаются в территориальную комиссию вместе с остальными отчетами. Нарушений у нас не было. В течение недели на досрочном голосовании было порядка 580 голосов. И сегодня на участке в день голосования более 200 человек прошло у нас. Испорченные, они будут признаны как недействительные. То есть две отметки без отметок, либо полностью перечеркнутые. И также они будут занесены в акт о том, что они недействительные. Такая ситуация сейчас наблюдается на всех избирательных участках республики. Пока комиссии считают бюллетени, можно подвести некоторые итоги голосования за поправки в Конституции в Чувашии. Сегодня, 1 июля, в Чувашской республике завершилось общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. Явка по республике составит, по нашим прогнозам, примерно 64-65%. Традиционно сельские районы голосуют лучше, города немножко похуже. Но, тем не менее, мы считаем, что явка объективная, достаточно высокая. Для лета она вообще очень хорошая. В целом, голосование прошло очень организованно. Еще раз подчеркну, что все участки без исключения были оборудованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Мы обеспечивали ими и избирателей, и наблюдателей, и сами члены комиссии были сидели в масках, все как положено. На всех участках были сотрудники полиции. Вообще, я хочу поблагодарить отдельную полицию, которая взяла на себя очень большую нагрузку, и весь этот марафон семидневный выдержал очень достойно, и не допустили никаких серьезных нарушений общественного порядка. Хочу поблагодарить всех избирателей, всех участников голосования, которые пришли и, я надеюсь, поддержали изменения, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации.